В Владарской области создали основу для производства биотоплива. Вырабатывать его будут из птичьего помета. На базе опытной сельскохозяйственной станции запустили перепелиную ферму. Отходы жизнедеятельности птиц перерабатывают с помощью дождевых червей и получают необходимые компоненты, которые планируют в качестве топлива использовать в работе автономного гелиобиологического безотходного комплекса. Автономный гелиобиологический безотходный комплекс – будущий источник альтернативной энергии. Ученые еще прорабатывают идею создания энергетической установки, которая будет работать на биотопливе. Его производят из перепелиного птичьего помета. Ферма, где сегодня содержит около тысячи перепелов, способна в месяц выдавать до десятка тонн пометов. При этом сами птицы довольно быстро размножаются. Перепелинным яйцам не требуется много времени находиться в инкубаторе. На 17-й день они все выглупляются. Маленькие, вот такие-то маленькие. Ну, как маленькие, так цыплята, только, конечно, поменьше они. Они 15-20 грамм весят, маленькие перепелочки. Птичий помет помещают в темную комнату, где его перерабатывают дождевые черви. После чего ученые получают компоненты, которые впоследствии используют для производства биотоплива. Параллельно из образовавшегося биогумуса получают удобрения. Они обладают повышенным содержанием минералов и полезными веществами. Ученые говорят, такая подпитка довольно эффективна для роста овощей. Основные потребители данного удобрения будут, которые выращивают в небольших площадях овощи, это, скорее всего, морковь, картофель, в теплицах, возможно, тепличные комплексы. Аграрные инновации на Палладарской опытной сельскохозяйственной станции этим не ограничиваются. Научные изыскания ведут по всем направлениям сельского хозяйства. Сегодня здесь выращивают шесть сортов безвирусного картофеля. В их числе есть специальный сорт, предназначенный для приготовления фри. Здесь как раз выращивается сорт «Инноватор», который мы получили из Москвы, из Лорковского института. И этот сорт как раз ориентирован на хрустящий картофель, то есть он предназначен именно для переработки. То есть созданы вот такие сорта, которые с узкой такой вот направленностью. Сотрудники опытной станции также занимаются выведением собственного сорта пшеницы, который в будущем станет брендом павлодарских хлеборобов. Ербулавишев, Самат Аспанов, Алексей Амельницкий, из Павлодарской области, Хабар, 24.